Западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Амельченко в эфире французского канала BFM TV. Сообщает Европейская правда. По словам посла, на сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку 321 тяжелого танка в Украину. Дипломат не уточнил, о каких именно странах идет речь. Про помощь Запада и перспективы Украины на фронте говорим далее. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса Президента Украины. Наш следующий гость. Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот 321 танк от западных партнеров озвучил эту цифру посол Украины во Франции. Насколько это реальная перспектива и как скоро эти танки, эти Абрамсы, Леопарды смогут появиться на Украинском фронте? Во-первых, безусловно, это реальная перспектива, потому что мы и господин Зеленский, и, в принципе, другие члены украинских переговорных групп всегда настаивали на том, что нам нужно там не 10, 20, 50 танков, а нужно конкретное число 350-450-500 танков, которые необходимы для формирования ударных, штурмовых, танковых бригад. Ну, то есть, чтобы это имело какое-то значение, смысл и действительно влияло на ситуацию на поле боя. И, конечно же, наши партнеры это прекрасно понимают, потому что, подчеркиваю, переговоры сейчас, если идут по какому-то из номенклатур военной техники, то мы предлагаем математические формулы, которые точно описывают, что в каком количестве нам необходимо. Это что касается числа, то есть с этим есть полное понимание. Теперь, что касается логистики. Уже начались процессы обучения наших ребят, то есть для того, чтобы можно было пользоваться этими разными видами танков, разными модификациями, логистика займет какое-то время. Но, опять же, я надеюсь, что это время будет, и мы это тоже понимаем, что это время не будет измеряться в месяцах, да, это будет измеряться в неделях, до полутора, до максимума двух месяцев, исходя из планов, сценарных планов генерального штаба. Поэтому сейчас, вот сейчас период плотной логистической работы, то есть, грубо говоря, переговорные позиции сейчас упираются в то, чтобы расписать календарный план. То есть, да, какие танки, откуда будут идти. Я думаю, что, опять же, партнеры это понимают. Я тут хочу подчеркнуть важную вещь. На сегодняшний день, в принципе, у партнеров есть точное понимание, что это не абстракция какая-то, там, например, приняли политическое решение передать танки, а логистика может занимать там долгое время и так далее. Сейчас все понимают, что каждый день — это день, который мы оплачиваем кровью, и конкретно оплачиваем кровью, и поэтому нужно все делать очень быстро. И, на мой взгляд, сейчас на переговорных позициях две, вернее, на переговорном столе две новые позиции, очень важные для этого этапа войны. Это ракеты повышенной дальности, ключевые ракеты, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего, артиллерийские склады. Очень мощное количество этих складов находится, например, на территории Крыма. И, соответственно, авиация. Михаил, просто, знаете, ни в коем случае не хотелось бы как-то не так выразиться, да, в сторону наших союзников, но, тем не менее, вот эта решительность сейчас, да, выделять вооружение, технику Украине, это здорово, но перед этим складывалось впечатление, как будто вот это происходило так, а давай ты первый, Даш, нет, давай ты первый, нет, ты первый, нет, ты первый. С чем это связано? Ведь это же решение государств, членов НАТО, самого большого и, ну, если можно так выразиться, значимого два альянса в мире. Вы абсолютно правы, если вот, ну, просто смотреть на ситуацию и четко психологические особенности этого момента заметили. Знаете, давайте я вам чуть в сторону отойду и объясню. Вот в жизни, в обычной жизни, вот вы каждый день встречаетесь, есть люди, которые быстро понимают проблему и быстро готовы принимать решения. Таких людей очень мало. Вот Украина, вот если уже брать, перемасштабировать это на размер страны, вот Украина очень быстро принимает решения. Нам неважно, в чем здесь причина, и потому что мы внутри войны находимся, и потому что у нас волевой стержень оказался немножко другой, я имею в виду этнический, если можно так сказать, да, или государственнический, если так можно сказать. Мы точно понимаем цену, которую надо платить, и чем дальше ты затягиваешь что-то, тем выше эта цена. Мы это все прекрасно понимаем. И как в жизни другие страны, они часто не могут сразу демонстрировать вот эту решительность, а это связано с тем, что они долгое время жили в чрезвычайно комфортных условиях, когда политические решения были не настолько острыми и не касались непосредственно этих стран. То есть, грубо говоря, они могли принять какое-то решение, которое могло быть отстроченным, или оно могло быть коллегиально обсуждаемым долго и так далее. Вот они не могут перестроиться до конца. Но тем не менее, я скажу так, очень важно. Смотрите, давайте с пониманием относиться к нашим партнерам. Они в любом случае в полном объеме нам помогают. То есть, вот все, что мы хотим, мы делаем вместе с ними, решаем, обсуждаем. И мы должны быть чрезвычайно благодарны им, потому что без, конечно, такого альянса, антибургинского альянса, антироссийского альянса, нам было бы тяжело. Объективно признаем это. Второе. Конечно же, они будут медленнее, чем мы. Давайте уже с пониманием к этому относиться. Это не значит, что мы не должны настаивать, что не должны вести жесткие информационные программы на их рынках, что не должны иногда проявлять эмоцию во время переговорного процесса. Но мы должны понимать, что они не мы. Мы намного более точно оцениваем то, что происходит на территории Украины, что касается России. То есть, у нас с вами вообще нет никаких сомнений, что Россия в таком виде не должна существовать. Я имею в виду, в таком политическом виде не должна существовать, иначе это будет всегда проблема не только для Украины, но и для Европы в целом. Поэтому мы это все понимаем. Другой вопрос, что нужно, знаете что, и это третья, очень важная часть, нужно спокойно, с небольшой долей эмоций, постоянно повторять одно и то же для наших партнеров. То есть, постепенно объясняем, почему решение сегодня намного ценнее решение завтра. И нам, я вам скажу, нам это удается. Потому что, если посмотреть длину переговорных процессов, например, в начале войны, в середине войны, когда они категорически отказывались что-либо обсуждать из тяжелых видов оружия, и, в принципе, это все в сторону отодвигали, то сейчас все меньше времени достаточно для того, чтобы получить тот или иной новый вид техники. Так было, например, со спольной артиллерией. Быстрее мы получили РСЗО, еще быстрее ЗРК, еще быстрее танки. Я думаю, что точно так же быстрее будем переходить к ракетам повышенной дальности и так далее. Потому что наши партнеры, смотрите, вот тут вообще нету сомнений, что они до конца будут стоять рядом с Украиной. В этом нету сомнений. Дальше. Нету сомнений, что они точно понимают природу войны и понимают, как она должна закончиться, потому что и слова того же генерального секретаря НАТО Столтенберга, и слова национальных лидеров других стран очень четко фиксируют. Россия должна проиграть, и мы дадим Украине все ресурсы и все инструменты для того, чтобы она выиграла. То есть это политическая публичная позиция, причем консолидированная коллективная публичная позиция. Таким образом, акценты расставлены. Более того, вы вчера, позавчера видели заявление госпожи Нуланд, которая четко сказала, что летом должны работать уже в полном объеме юридические процедуры специального трибунала. То есть, в принципе, глобальная бюрократия, глобальная политическая элита вышла на принципиальное для себя решение. Украина должна получить всю необходимую технику. Первое. Второе. Россия должна проиграть. И третье. Специальный трибунал обязателен. Вот это все исходим из этого. Наша с вами задача, смотрите, вот ваша задача, информационно это постоянно повторять. Не думать о том, что сегодня сказали о танках, завтра можно уже об этом не говорить. Нет. Постоянно должны говорить. Наша задача... Мы, собственно, потому вас и пригласили сегодня, Михаил. Вот в контексте того, что вы сказали о новых, о возможных поставках, о помощи, которая не будет прекращаться, можем ли мы ждать в ближайшее время хороших новостей, о еще каких-то видах вооружения, F-16, например? Ну, знаете, я не очень люблю прогностические вещи говорить конкретно. Я понимаю, что у нас очень много людей, которые хотят не участвовать непосредственно в собственно переговорном процессе, не занимая ту или иную позицию, не понимая, что происходит реально за закрытыми дверями, всегда уже что-то анонсируют. Я сторонник того, что говорить одну простую вещь. Смотрите, переговоры идут. Вот президент сегодня занимается уже исключительно внятным объяснением, почему, получив один инструмент, танк для контрнаступления, а это конкретно наступательное уже оружие, почему без второго, например, инструмента, если вы говорите об авиации, без авиации штурмовой мы будем иметь большие потери, чем могли бы иметь потери с применением авиации. Вот он уже это делает. Вторая вещь, на которой я всегда настаиваю. Смотрите, война имеет свои законы и логику развития. На каждом этапе необходим определенный инструмент. Мы это быстрее, опять же, понимаем. Наши партнеры тоже это понимают, потому что в теории они тоже понимают, как развивается война. И поэтому точно так же, как и вы, и я, они понимают, что самолеты, например, условно для штурмовой авиации, для прикрытия живой силы и тем более бронетехники, которую они нам же дают, необходимо обязательно. Точно так же, для того, чтобы резко уменьшить ключевой инструмент российской армии, то есть то, чем они воюют сегодня на линии фронта, а это артиллерия, скольная, прежде всего. Нам необходимы ракеты, которые уничтожат их склады. В том же Крыму, извините, более ста складов разных спецификаций. И, конечно же, их нужно уничтожать. Иначе группировка Запорожская и Донецкая-Луганская будут всегда иметь существенный объем артиллерийских возможностей. Я не думаю, что в рамках войны этого кто-то не понимает. Поэтому переговоры уже идут. Первое, переговоры уже идут. Второе, переговоры идут ускоренно. Третье, партнеры все это понимают хорошо. Четвертое, есть еще нюансы, касающиеся внутреннего психологического статуса в странах-партнерах. То есть они все равно частично опасаются, что архитектура мировая в связи с войной 11 месяцев полностью ломается. Но они как-то не могут еще отказаться от своего некоторого консерватизма. И вот с этим надо работать, объяснять, объяснять, объяснять. И тут важны и эмоциональные воздействия. Мы должны показывать реальные картинки этой войны. Потому что это страшная, кровавая война в максимально запущенном с российской стороны геноцидном виде. Это первое. И второе, мы должны резонно говорить. Не просто, условно говоря, проявлять недовольство чем-то, а четко, ежедневно рассказывать резоны такие-то. Это позволит уменьшить смерти людей. Это позволит уменьшить нагрузку на инфраструктуру Украины. Это позволит уменьшить нагрузку на глобальные финансы. Это позволит резко сократить угрозы безопасности европейскому континенту. Это позволит минимизировать войну и локализовать ее только на оккупированных территориях. Вот это все нужно постоянно говорить. И я думаю, что мы сегодня это будем делать и делаем. И, конечно же, буквально в короткое время выйдем на следующие инструменты. То есть на авиацию и на ракеты повышенной дальности. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что Российская Федерация готовит спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины. И тут, знаете, как в Одессе у нас говорят, непонятно в чем цимус. Потому что, во-первых, украинская разведка знает, что Россия готовит такую спецоперацию. Во-вторых, это как? Не получилось с блэкаутом? Давайте так попробуем. Сколько еще и каких попыток может предпринимать Россия для того, чтобы вбрасывать что-либо в СМИ, как у себя, так и в украинские? Но тут, скорее, наверное, даже речь идет больше о телеграм-каналах, нежели о больших средствах массовой информации. Попыток будет много. Смотрите, мы живем с вами в прозрачном информационном мире. Информация — несомненное объемное оружие со всех сторон и во всех смыслах, если так можно сказать. Более того, переназначив Герасимова главой командующим оккупационной группировки, гибридного компонента стало в разы больше. Потому что это один из ключевых моментов, который описывался в тактике и стратегии ведения войны господином Герасимовым. И, соответственно, сегодня этого всего стало больше. И, безусловно, Россия будет использовать. Вы знаете, она это не использует для внутренней аудитории. Во внутренней аудитории они работают по крайней примитивным пропагандистским лекалам, которые не имеют никакой ценности. Но российская аудитория настолько примитивна, что они потребляют самое безумное информационное чтиво. Мы не будем это анализировать. Что будут сегодня делать? Так, безусловно. Смотрите, на нас для того, чтобы разорвать консолидацию украинского общества, не работают вот эти обстрелы, понятно, блэкауты и так далее и тому подобное. У нас консолидированная позиция между обществом и государством. У нас есть доверие между обществом и государством. Мы более-менее держимся нормально, не впадаем вот в эти внутренние истерические разбирательства и тому подобное. Поэтому задача дискредитации, и при этом эта задача может решаться через несколько инструментальных, опять же, решений. Первое, это публикации в западной, прежде всего, прессе. Не в телеграм-каналах даже, а в западной прессе. Ну, то есть, каких-то расследований и так далее. И Россия в этом компоненте часто бывает эффективна. По крайней мере, была эффективна до войны. То есть, у них были свои лоббистские сети, у них были свои пиар-агентства, глобальные пиар-агентства, через которые они работали. У них были свои контакты с европейскими, американскими журналистами. Это все нормально, но, тем не менее, мы должны быть к этому готовы. Второе, это масштабирование всех этих публикаций. Понимаете, если вы 20 раз или 200 раз повторите одну и ту же тезис, то рано или поздно он начинает доминировать в информационном пространстве, потому что люди некритично часто ставятся к информации. И третья составляющая, это точечная работа через лоббистов, пророссийских лоббистов. Они должны будут эти темы подкладывать и говорить о них более публично. И точно так же это должно будет работать на внутриукраинском пространстве. То есть вот здесь как раз дополнительный канал под названием телеграм-каналы использовать и так далее. Мы должны с вами, смотрите, мы должны спокойно к этому относиться, должны правильно расставлять акценты. Вот вы должны в своих эфирах правильно расставлять акценты, не сразу впадать в истерику типа войск. Истерику не критично мыслить. Михаил, мы вынуждены вас прервать, потому что у нас ограниченный эфир. Спасибо вам большое. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины, говорили о помощи украинских союзников и о том, как Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Спасибо.